ребятки всем привет вы на канале джонни кэтсул и это обзор на крейсер британии 8 уровня нотингем походу я опять все пропустил и теперь этот крейсер не купить в адмиралтействе но он распространялся необычно либо его можно было просто купить за деньги за дублоны либо полностью приобрести бесплатно потратив уголь свободный опыт и прем аккаунт но если вам чего-то из выше причинства не хватало то определенное количество ресурс можно было докупить за те же дублоны я взял нотингем мне было интересно посмотреть на этот корабль я его покатал постримил и полностью разочаровался но об этом чуть позже бросить себе ролик понравится то ставь лайк подписывайся конечно на канал ну и качай групп по ссылке в описании то чтобы получить крутые бонусы для старта по бронированию нотингем как бы тяжелый крейсер и у нас центр корпуса 27 миллиметров а палуба аж 30 миллиметров и это как бы хорошо спасет нас от 380 калибра но стоит понимать что таких калибров меньше половины даже наверное меньше чем одна треть и постоянно встречать неопытных терпицев или бисмарков вы не будете а зачастую наоборот 46 калибр который будет гарантированно шить вас в силуэт а конечки все те же кстати 25 миллиметров цитаделью все более интересней и печальный конечно же выключаем бронирование и вот наша с вами цитадель обратите внимание насколько сильно она торчит из-под воды примерно по размерам сопоставим из цитадель авианосца нахимова пожалуйста обратите внимание ну практически то же самое не стоит объяснять что нахимов легко выбивается и то же самое поверьте происходит с британцем нотингемом то есть танковать он вообще не способен если ты поставил борт то проиграл здесь 152 миллиметра пробивается легко с линкоров с крейсеров и никаких сквозняков не будет я видел скрин где этот крейсер забрали ваншотом а что еще более меня повергло в шок за шесть боев я попал ситуацию где мне в корму выбил цитадель курфюрст него снаряд пробил 25 и пожалуйста в стоишь 76 зашло то есть траверсы здесь можно достать и танковать на тингеме ну невозможно просто невозможно очень он картонный окей идем дальше живучий нас всего лишь 38 тысяч 900 хп это тяжелый крейсер а еще и с перком на боеспособность и скудная потоза в семь процентов артиллерия три башни по 3 орудия калибром 203 миллиметра и необычная компоновка все башни в носу как примерно у нельсона перезадка 13 секунд с поворотом проблем нет потому что башни в носу и почти все через переднюю полусферу крутится дали стрельбы небольшая 15 7 классические боеприпасы без каких-то национальных особенностей фугас для 850 связь поджог 16 процентов и бронепробитием 34 миллиметра да это неплохо но у британца светки будет больше бронебой на 4500 у меня была ситуация где хиперу выбил цвету примерно через километров и я подумал что здесь какие-то супер кто и башки но потом долбил в москве в борт с более близкого расстояния еще какому-то крейсеру и циты уже не выбил поэтому башки меня начали разочаровывать и у этого крейсера они вроде как стандартные при этом баллистика достаточно навесная стоят не хочет попадать в циту и кидать на 15 километров немножко проблематично хочется более прямую баллистику но нет но тингема есть достаточно мощное торпедное вооружение целых восемь торпед с каждого борта с возможностью по трубного пуска до хороший урон 15 533 скорость заметность стандартные но дистанция 8 километров и это как бы немного всего лишь на два больше чем на том же хиппере как часто вы на немцы попадаете торпедами думаю не очень но тингеме то же самое с учетом его плохой брони можете забить на торпеды до ситуации где получится ими кого-то убить будут но я думаю на тага вы будете лучше закидывать торпеды потому что они там на 10 километров по вообще нету дальность стрельбы всего четыре километра вы крейсер восьмого уровня который будет попадать стабильно с айвиками и может даже десятками и честно говоря полезней был бы какой-то матрос кинул гранату как в сталкере вот в небо и она взорвалась там все птицы упадут или самолеты чем этап его в легкая мишень пожалуйста бронебойными штурмиками торпедами бомбами чем угодно вас будут топить постоянно подсвечивать даже лампочку снести проблематично маневренность максималка 36 циркулят 700 метров и перекладка с модулькой за 2 миллиона 5 и 6 без модульки я вообще не за как вы будете играть на нотингеме потому что он картонный вам постоянно придется рулить мансить от снарядов и стрелять комфортно из трех башен при этом танку и здесь невозможно вас пробивают поэтому я решил поставить мотку на перекладку но из-за этого испортил с маскировкой она у меня теперь 10 и 5 полный прокачки с не ошибаюсь 9 и 5 неплохо но опять же на уровне ничего особенного снаряжение домой шашки как на британских эсминцах типа d ring быстро рассеются дымы но при этом и откат также небольшой и гап либо заградка на ваш выбор но от заградки толку будет немного сборка пожалуйста разгон плюс рули можете взять инвиз и кэп так как у нас орудие крутится достаточно комфортно можно отказаться от наводчика взять заряжающий дальше по цешку дальше все на живучесть и на оставшиеся очки либо супер на дант в целом шестой дым вам может пригодиться либо поставьте неравный бой потому что больше здесь брать нечего усилить торпеды и так рандомное вооружение я не стал бы подготовили британцы погнать сприть бой и делать выводы карта два брата бой будет против шестерок восьмерок и семерок здесь также какие-то корабли на тесте и наш нотингем честно говоря мне этот крейсер вообще не зашел вот прям максимально во первых любые корабли у которых нету хилок они вызывают сомнение в их покупке и иногда негатив ну практически исключение там торпедных смельцев потому что любой урон здесь отхилить не сможете а это значит что он нельзя ошибаться вот никак а поверьте такое может случиться и будет случаться потому что корабль картонный здесь цитадель вообще не держит если на привычных британцах типа альбер мэри либо чешира есть хилка и они могут восполнить свою способность где-то там исправить ошибки то нотингем такого преимущества лишён хочу подчеркнуть здесь хп всего лишь 38000 это очень мало на том же самом хиппере будет под 45 на атака больше и при этом там есть хилки на рочи с которым я буду с вами нотингем также хп гораздо больше на тысяч семь и вот эти семь тысяч они бы очень сильно помогли добавьте сюда вашу картонность отсутствие хилок и низкий спас беспособности жить нереально второй момент его концепт да здесь дымовые шашки типа ты можешь сидеть в дымах и вроде как безнаказанно стрелять но не совсем так дымовые шашки работают всего лишь где-то секунд 40 ваша перезарядка 13 за это время можете сделать ну три залпа потом дымы рассеются допустим первым залпом вы не попадете вторым криво в бронелисты только последним ну может быть дадите какой-то урон все дымы рассеются вам придется либо как-то эскейп отца либо вообще вас убьют ну либо да ты дождешь другие дымы но ситуация не изменится и на том же рот 4 можно дольше сеть дымах и там при редкой перезарядке долгие дымы работают нормально здесь при кд 13 секунд думаю шашки ну никак не смотрится если бы этот корабль обладал хорошей скоростейства то тогда дымовые шашки были бы в тему вот кстати цитадель непонятная в хиппера все-таки это немец и у него все нормально за броней но больших их залпфей не делал был у нотингема его нет не стоит объяснять как это будет аукаться а вики по два века здесь все микки шипп станции кичкаловы даже шестерки доставят вам проблем у нотингема нету кстати вшитого разгона что мы любим на британцах и торпеды да они неплохие но не на 10 километров поверьте 8 это мало вы даже не сможете скинуть с инвиза то есть скорее всего они вам пригодятся если вас пушат либо дали сблизиться но дадут ли вам сблизиться при такой броне при такой хилинг и цитадель и при таком маленьком спасибо и способности если вы думаете что вы прям вот заедете между двумя линкорами раскидайте со всех бортов торпеды потрубные убьете сделайте даблкил два тяжа нет так не получится не думайте даже что это какой-то калибер медленный крейсер при скидке вас шотнут но умные противники просто отойдут назад корабль не бывает высокой скоростью либо пробьют он цитут наверное через нос и зачем это надо а да кстати с десятками да друзья вы будете вода с десятками и у вас небольшая дальность и нету баллистики десятки стандартно воюют на километрах 17 и 18 линкоры там ямато конкироры республики что вы там будете делать вы обратитесь просто в корм причем корм даже для эсминцев я попадал с десятками это ужас это катастрофа причем есть корабли восьмой уровне которые играют с десятками пожалуйста атака принц ойгин на тоне можно конгресс багратион у них тальности больше живучесть а живучесть с десятками уровнями must have и на тингем где нету ничего для живучести к сожалению этот видос я не записал раньше и возможно не берет вас от преждевременной траты но разработчики сделали очень хитро когда вышел на тингем они решили вести временное событие кто больше всего набьет на нем суммарно урона причем подчеркнуть суммарно то есть люди задротили еще на этой помойке то тот может выиграть аж 20 тысяч дублонов то есть вложив может быть там пять тысяч или ноль тысяч дублонов двадцатка прикольный прикольная лотерея казалось бы но я сочувствую тем кто реально марафонил этот корабль ну еще момент ты как бы можешь взять бесплатно а можешь доплатить несколько тысяч а тебе вдруг не хватит свободки или не хочешь тратить дни прям аккаунта приходится донатить 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 и в итоге ты получаешь нотингем причем некоторые ухвалили но это конечно да это я такое не понимаю ну и рочестер зачем брать вообще нотингем или зачем вы убрали если есть как бы рочестер который тоже не отличается чем-то хорошим не он не нравится не особо сильный американский крейсер который премиум давайте посмотрим у рочестера 203 калибр 3 башни патре орудия причем бэбэшки там альциготами с домой на и ими ну весело играет на шестом восьмом уровне они в ром хорошо выбивает цитки крейсера можно жить это линкору достать корпус лучше баранирован те же сам 27 миллиметров но еще и нос 27 то есть вы полностью можете танковать тот же бисмак решили а нотингем нет цитадель хоть и примерно обладает таким же слоем бронепластины но она меньше у рочестера дальше хп на 7000 больше это важно дымы которые работают дольше как у флэчера гиллинга то есть вам удобнее откинуть большой дым и стрелять в нем с редким когда чем вот эти шашки заградкой кап в разных слотах а по рочестер для этого уровня очень даже годная единственно чем вы обходите американцы это наличием торпед но поверьте ваши торпеды погоды и картины не сделают если бы здесь хотя бы были бы десяточки ну да там с натяжкой конкурировать бы с американцем короче рочестер лучше во всем вообще и зачем спрашивается вот это вот вот шлак вот концентрат шлака я очень сгорелся на тенге мне никакого желания даже выходить бой на нем нету друзья это ну скип корабль единственно может быть там для коллекции просто потому что ну хочется до собрать чтобы был весь порт ну здравом уме играть на этом нет ладно давайте смотреть больше себя тысяч тут как-то худо бедно набиваем это это с восьмер очками ребят ну любой может нагнуть где-то спереди подлодка надо добрать хипера потому что чувак там играет на бэбэшка для нас они опасны причем очень засвечиваем капом ю 190 передажаемся на фугаса с помощью заряжающего и пробуем ее забрать 3000 всего лишь при 7 попаданиях да здесь вроде как неплохая кучность и точность можно это отметить но другие характеристики орудий стандартные вообще такое ощущение что ты играешь на семерке но тебя закидывает как бы на восьмой уровень просто потому что тебя броня как у восьмерки если здесь сделать штат с миллиметров весь корпус но это явно 7 7 уровень то сказать что этот кораблик ну типа для операции либо для блитцов я не считаю что какой-то прям вы конкретно будете брать для других режимов на не для рандома либо рангов что 9000 остается гнасина у из мечик сплит кстати будет интересный момент сплит не выбит башню у крита нет хотя у него пробой как бы меньше но видимо чувак поставлен рацион q и да с этим здесь проблемы то есть в клинче вам могут просто выломать башни тоже броня 25 считаю любой крейсер тебе их критуют как бороться с нотингем ну все просто не давать ему сближаться больше он ни на что в принципе не способен не попадайтесь на его торпеды и легко его замочите напишите свое мнение в комментариях по этому британцу ребят я его покупать не рекомендую ни в коем случае если он когда там появится либо он сейчас продается нет честно вот честно лучше даже пройти не уходить бомжа взять его ладонь раздвинуть пальчики засунуть ему вот эти две тысячи рублей искать братишка вот она похмел чем брать нотингем тем более вы можете попадать в неполные бои да если пойдете играть ночью но это другая история не будем это приплетать конкретно к этому кораблю окей сплит заходит в дым крутая ветка кстати смотрите крит рулей пожалуйста с эсминца рлс к плюс дымы это еще конечно когда появится в рандоме массово вызовет жесткую поджарку открыть башни я не стреляю чтобы не светиться раньше времени не посмотрел вообще за заметность после выстрелка в дымах ну можете твое нажатием клавиши эйч увидеть и на белом урон погнать снау ну я играю опять же с рулями вроде так получше кидать торпеды то есть справа слева скинул где-то мансану ну насчет сборки тут можете поэкспериментировать дым как бы 6 тоже иногда при какой дым ребят господи это нотингем доживи тут до шестого дыма я уж лучше поставлю неравный бой потому что ну больше нечего вообще тут брать у британцев есть еще не кошмарный крейсер на восьмом уровне это хэмшир но даже вон наверное отчасти будет веселее потому что там хотя бы бэбэшками иногда ты можешь много внести это как бы фишка здесь я не знаю на тага просто то же самое это может делать нету дымов ну и нафиг дымы ну ладно меня здесь замочили грешна сейчас сгорит короче ребят подписывайтесь на канал надеюсь вам было интересно больше активности больше обзоров с вами был джонни успехов крутых боёв не горите всем пока подписывайтесь на канал